Глава десятая Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в синях. Денисов, в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его. — Слава Богу! — крикнул он. — Ну, слава Богу! — повторил он, слушая восторженный рассказ Пети. — И чок тебя возьми! Из-за тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, слава Богу! Теперь ложись спать, еще вздремнем до утра. — Да, нет, — сказал Петя, — мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражениями. Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернели две фуры, у которых стояли лошади, и во враге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней. «Ну, Карабах, завтра послужим», — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее. «Что, барин, не спите?» — сказал казак, сидевший под фурой. «Нет. А, Лихачев, кажется, тебя звать, ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам». И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил, и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать на Бум-Лазаре. «Что же, соснули бы», — сказал казак. «Нет, я привык», — отвечал Петя. «А что, у вас кремнии в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужны ли? Ты возьми». Казак высунулся из под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю. «От того, что я привык все делать аккуратно», — сказал Петя. «Иные так, кое-как, не приготовляются, потом и жалеют. Я так не люблю». «Это точно», — сказал казак. «Да, еще вот что. Пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю, затупи». «Но Петя боялся солгать. Она никогда оточена не была. Можно это сделать?» «Отчего ж, можно». Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали обрусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю. «Что же, спят молодцы?» — сказал Петя. «Кто спит, а кто так вот?» «Ну, а мальчик что?» «Весенний-то. Он там в сенцах завалился. Со страху спит. Уж рад ты был». «Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги, и показалась черная фигура. «Что точишь?» — спросил человек, подходя к фуре. «А вот, барину, наточить саблю». «Хорошее дело», — сказал человек, который показался Пете гусаром. «У вас, что ли, чашка осталась?» «А вон, у колеса!» Гусар взял чашку. «Небось, скоро свет», — проговорил он, зевая, и прошел куда-то. «Петя должен бы был знать, что он в лесу, в парте Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивают ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, гусар, который хотел пить, но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а, может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а, может быть, глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой, ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц. Все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а, может быть, что это самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а, может быть, он только что исчез из леду и совсем исчез, и его не было. Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо, и небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами деревьев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало, и показалось черное чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко-высоко поднимается над головой. Иногда небо спускалось совсем так, что рукой можно было достать его. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли-капли, шел тихий говор, лошади заржали и подрались. Храпел кто-то, а жик-жик, а жик-жик, свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественный, сладкий гимн. Петя был музыкален так же, как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыки, не думал о музыке. И потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новые и привлекательные. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой. Хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубу, но лучше и чище, чем скрипки и трубы, каждый инструмент играл свое. И, не доиграв еще мотивы, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно, и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да ведь это я во сне!» Качнувшись наперед, сказал себе Петя. «Это у меня в ушах, а может быть, это моя мозга?» «Ну, опять!» «Валяй, моя мозга!» «Ну?» Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть, что такое! Сколько хочу и как хочу!» Сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише, тише! Замирайте теперь!» И звуки слушались его. «Ну, теперь полнее, веселее, еще, еще радостней!» И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся торжественные звуки. «Ну, голоса, приставайте!» Приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли-капли, и в жик-жик-жик свистела сабля, и опять подорались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева. «Это о, ваш благородий! Надо вы, хранцуза, распластайте!» Петя очнулся. «Уж святает! Право, святает!» воскликнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана Целкова и дал Лихачеву. Махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги. «Вот и командир!» сказал Лихачев. Из каравулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться. «М어қац...» «Маршав?»